Привет, на связи МК. А на что вы обращаете внимание в первую очередь при покупке ПК? Кто-то скажет, что самое главное это процессор. Кто-то вспомнит про объем ОЗУ, скорость SSD или читая слухи про RTX 4000 и мечтая в будущем купить видеокарту запасается киловаттными блоками питания. А вот материнские платы покупают по остаточному принципу. И раньше это действительно было так. Доска, она и в Африке доска. Самое главное это количество слотов под ОЗУ, ведь это напрямую влияет на будущий апгрейд. Все остальное, да какая разница сколько там USB портов, 10 или 12, все равно половина будет не занята. С PCI-Express еще проще. Под видеокарту обычно занят один, все остальные пустуют. Поэтому с платами может показаться, что если вы не балуетесь разгоном, можете немножко сэкономить, взять материнку дешевле и при этом не потерять ни в производительности, ни в функционале. Но так было раньше, сейчас все по-другому. Сейчас, если вы купите дешевую материнскую плату, вы можете потерять до 50% производительности. Как так получилось и как этого избежать, сегодня в этом ролике. Поехали. Перенесемся лет эдак на 5-7 назад. Пока перспективная эмигрантка из Тайваня Лиза Су в тайных лабораториях AMD эксплуатирует Джима Келлера для создания прорывной архитектуры Zen, инженеры Intel, попиваясь оке и радуясь отсутствию конкуренции, без особых проблем раз в пару лет увеличивают производительность CPU аж на 5-7% за поколение. Эта идиллия позволяла Intel не нарушать собственные теплопакеты. И если какой-нибудь Core i5-3570 имел TDP в 77 Вт, в 95% рабочих задач ему этого хватало, что и позволяло охлаждать его простеньким кулером. А VRM даже самых простых плат могла без проблем выдать процессору столько энергии. Но все изменилось, когда AMD представила восьмиядерный Ryzen, Core i7 теперь Ryzen 3, и инженеры Intel, поперхнувшись всяке, стали быстренько наращивать частоты и ядра. Разумеется, в такой спешке про теплопакет все предпочли забыть, и первый звоночек прозвенел уже с шестиядерными Core 8-го поколения. Так, реальное тепловыделение Core i7-8700 даже без стресс-тестов подходил к сотне Вт, и это при том, что официальный теплопакет на треть меньше. Оно и неудивительно. Техпроцесс впервые за долгие годы не поменялся, а вот частоты выросли, да и ядер стало аж в полтора раза больше, чем у Core i7-7700. Дальше только хуже. Восьмиядерные Core i7 и Core i9 уже девятого поколения формально тоже имели теплопакет в 65-95 Вт. Но частоты под 5 ГГц и 14-нанометровый техпроцесс сделали свое дело, и под нагрузкой можно было нередко увидеть цифру в 200 Вт тепловыделения. Апофеозом стали Intel Core 11-го поколения, которые получили изначально 10-нанометровую архитектуру, натянутую на 14-нанометровый техпроцесс. Что привело к появлению не только гигантских кристаллов, но еще и тепловыделению вплоть до 300 и даже 400 Вт. Причиной такого грубейшего нарушения Intel собственных ограничений была попытка конкурировать с AMD. В компании прекрасно знали, что ограничение процессора номинальным TDP в 95 или 65 Вт они не смогут противостоять 7-нанометровым Ryzen даже в играх, не говоря о рабочих задачах. Допустить этого Intel, разумеется, не могла, поэтому негласно разрешила производителям плат забывать про официальные теплопакеты, выпуская тайные списки с реальными TDP своих процессоров под нагрузкой, где цифры нередко превышали указанные на официальном сайте Ваты в 2-3 раза. В итоге получилась интересная ситуация. Если раньше производители плат нередко штамповали недорогие решения с тремя-четырьмя фазами питания без радиаторов, и этого хватало даже для Core i7, потому что они не выходили за рамки относительно скромных теплопакетов, то теперь формально даже простая материнка на Intel B560 должна тянуть i7 и i9 с нарушением лимитов TDP, а значит она просто вынуждена иметь хотя бы 5-6 фаз питания с радиатором. Это негативно сказалось на стоимости плат. Разумеется, повышению стоимости производства вендоры переложили на плечи пользователей, и теперь, заходя в магазин и видя среднеуровневый B560 чипсет за 10-12 тысяч рублей, вспоминая, что пару лет назад за эти деньги можно было купить топовый Z-чипсет, пользователи думают сэкономить, и может быть лучше взять H510, например. За счет чего происходит удешевление? Правильно, мы снова видим 3-4 фазы без радиатора, и формальную совместимость с горячими Core i7 и Core i9. Неужели такие платы реально тянут эти CPU? Конечно нет, физику не обманешь. Все дело в том, что производители материнских плат начали ограничивать максимальный теплопакет процессора в дешевых платах, дабы под ВРМ не плавился бессвинцовый припой. В итоге получилась интересная картина. Дорогие платы на Z590 с десятком фаз и мощными радиаторами какого-либо ограничения могут и не иметь, то есть они выдадут процессору и 300, и 400 ватт. Более дешевые решения на B560 или H570 могут иметь ограничения в 150-200 ватт, чего для Core i7 и Core i9 уже маловато под серьезной нагрузкой. Ну а решения на H510 временами вообще ограничивают теплопакет официальными спецификациями Intel, то есть уровнем ниже 100 ватт. К чему это приводит, думаю, и так очевидно. Многим разгон не интересен, поэтому сборки на Core i7 и даже Core i9 на B и H чипсетах сейчас не редкость, тем более на них можно гнать память. И многим даже в голову не приходит, что такие платы могут ограничить производительность процессора. Однако, увы, это теперь реальность. И что самое плохое, снижение производительности может быть очень серьезным. Аж до 50% в случае с Core i7 и 20% у Core i5. Более того, если в случае с 11-м поколением и ниже такой мухлеж Intel и производителей плат был подковерным, то теперь он будет происходить в открытую. Все дело в том, что теперь синий чипмейкер официально указывает два параметра. Это Base Power, который раньше был теплопакетом, и Maximum Turbo Power, соответственно, максимальное тепловыделение. Разумеется, эти цифры отличаются и очень сильно. Например, в случае с Core i9-12900K мы видим почти двухкратную разницу. 125 и 241 ватт. И что самое главное, производители плат вовсе не обязаны делать так, чтобы их решение могло выдать процессору без перегрева VRM эти самые 241 ватт. Они вольны ограничивать максимальные TDP в широких рамках от Base до Maximum Turbo Power. К чему это приведет, мы знаем на примере 11-го поколения, где платы на H и B чипсетах урезают максимальный TDP в отличие от топового Z590. В случае с 12-м новым поколением процессоров Intel эта проблема пока незаметна, потому что в продаже есть только дорогие платы с мощным VRM на чипсете Z690. Разумеется, Intel будет расширять линейку чипсетов и процессоров 12-го поколения вниз, появятся решения без индекса K, будут более простые платы на чипсетах B660 и H670, даже H610. Все они формально будут совместимы с 200-ваттными Core i7 и Core i9, но на деле разница в производительности с решениями на Z690 может быть существенна. И это нужно учитывать, если вы собираетесь на ПК не только играть. Подробнее о новых процессорах Intel мы рассказали в свежем выпуске «Дело номер 12», ссылка будет в описании. Окей, с Intel все понятно, что у нас там по AMD. В целом лучше, но проблемы тоже есть. Да, компания также нарушает собственные теплопакеты и позволяет производителям плат эти нарушения прописывать в BIOS, но надо сказать, что обычно все куда адекватней. Так, даже 16-ядерный Ryzen 9 5 950X обычно с головой укладывается в рамки 200 Вт, при родном теплопакете в 105 Вт, не говоря уже о 12-8-ядерных CPU, у которых с тепловыделением все еще лучше. Но тут загвоздка в том, что AMD уже 4 года не меняла сокет, и получается, что с AMD совместимы и простенькие двухъядерные Athlon и мощные 16-ядерные Ryzen. При этом, как мы помним, Ryzen первых двух поколений были максимум 8-ядерными, и AMD официально разрешает на первых платах с 300-й линейкой чипсетов устанавливать Ryzen 3000, которые могут быть и 16-ядерными. Иными словами, плата за 4000 рублей на чипсете A320 формально поддерживает 16-ядерный Ryzen 9 3950X. Более того, некоторые производители наплевали на ограничения AMD и официально выпустили для таких плат BIOS с поддержкой Ryzen 5000. С одной стороны, пользователи должны радоваться такой долгой поддержке. Но на деле, давайте представим такую ситуацию. Года 3-4 назад пользователь решил собрать себе хороший бюджетный компьютер на чипсете A320 и четырехъядерном народном Ryzen 3 1200. Прошло время, компьютер перестал тянуть игры и, например, рабочие задачи, и пользователь решил проапгрейдиться. На что он смотрит? Ryzen 7 5800X слишком дорогой. Можно присмотреться к его предшественнику, восьмиядерному Ryzen 7 3700X, который на бумаге формально поддерживается его платой. На деле, запуск того же Blender приводит к тому, что простенькая 3-4-фазная VRM без всяких радиаторов быстренько превращается в прямом смысле того слова кипятильник, разогреваясь выше 100 градусов. В особо запущенных случаях из-за перегрева VRM может начаться и троттлинг процессора, а ведь 3700X всего восьмиядерный процессор. Есть еще 12-ти и 16-ти ядерный Ryzen 9, с которыми такие платы тоже формально совместимы. В итоге, эта гонка производительности привела к тому, что и Intel, и AMD приходится закрывать глаза на собственные ограничения. Естественно, производители плат против чипмейкеров не пойдут, и им приходится балансировать между ценой и возможностью своих материнок. В итоге, если вы сейчас собираете себе компьютер, пускай не самый мощный на Core i5 или Ryzen 5, внимательно отнеситесь к выбору материнской платы. Ведь экономия пару тысяч рублей на качественной VRM и радиаторах может привести к потере производительности в рабочих задачах или особо требовательных к процессору играх. Время, когда выбор материнской платы был по принципу «сокет совпадает», количество ОЗУ 4 штуки беру, прошел. Внимательно изучайте обзоры, особенно этих плат под нагрузкой. В описании под роликом я добавил ссылки на материнские платы в сервисе e-каталог. Там можно подобрать именно то, что нужно вам по множеству параметров, сравнить и найти лучшую цену. Переходите, ознакомьтесь с лучшими предложениями. А в следующем выпуске мы поднимем другую интересную тему. Мы сравним мобильную карточку RTX 3000 с десктопной версией и посмотрим на разницу в производительности. Тема актуальная, потому что карточки десктопные сейчас достаточно дорогие. На связи был МК, меня зовут Михаил Крошин. Подписывайся, чтобы не пропускать наши ролики. До скорых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok